приветствую вас мои дорогие друзья не обращайте внимание что я лохматая тут хоть причесываяся хоть нет сегодня ветер на улице а я вышла с вами поболтать у меня есть буквально 20 минут сейчас расскажу вам сегодня у нас просто поистине волшебная погода у нас лето тепло вчера шел дождь позавчера шел дождь сегодня хорошо завтра опять пойдет дождь но в связи с тем что у нас сегодня нет дождя праздник в душе сегодня последний учебный день у моего младшего сына окончание третьего класса это действительно знаменательное событие лично для меня позвонила куманьки своей поздравила ее тоже детки закончили на 45 я говорю кума я соскучилась она говорит ну так в чем дело приезжать я приехать не могу а вот вы приезжайте короче говоря мы ждем в гости куму с детками кум у нас уехал на работу в старопольский края его нету а июльчика приедет с детками я горю санечек давай-ка расконсервируем нашу печь он это с удовольствием сегодня приготовил одно из наилюбивших моих блюд будем готовить хашламу в печи рецепт будет на канале не в ресторане ссылочка под видео будет кто еще не знаком с нашим вторым каналом присоединяйтесь мы всем рады вот а я сейчас собираюсь меня поехать забрать славу со школы и я саша годово прежде чем мы начнем готовить заедем хотела волгодонске ехать за надо табуреты купить я вам рассказывала уже на кухню да и мне надо будет подставочки купить для ножей поменять и для ложек поварежек вот потом собрались ехать завтра потому что завтра у нас вы должны выписывать маму маму прооперировали второй глаз я сейчас звонила все хорошо я говорю мам ну давай сделаем как-то так чтобы убьем одним ударом двузайцев поделюсь ходить на пост и пусть тебя выпишут сегодня мама гадачи такое я говорю ну ты понимаешь от завтра с утра сорвись за тобой потом с тобой по всему волгодонску катайся потому что там где мы собирались покупать мебель табуреты да там будет закрыта еще в это время будешь сидеть горю с нами ждать она пошла пошла и и отпускают после шести вечера я позвонила куманьки она как раз волгодонская куману не служба в дружбу забери горю свекровь мою она будет хорошо заберу позвонила маме грижди готовься тебя заберут саша сидит шуршит картошку чистит а я тут с вами трынью вот и значит она заберет привезет маму а я говорю ну раз такая песня раз говорю нам нет необходимости ехать волгодонск давай говорю сейчас до того как мы начнем готовить проедемся по местным магазинам может быть мы здесь приобретем эти табуреты и голову морочить не будем чтобы из-за них вот это вот ездить и полдня терять саша согласился так что сейчас поедем заберем славяшку будем отмечать вечером праздник сыночек мой написал общество в четверг результатов пока нет не знаю завтра у сына линейка у старшего я сына горит мне надо там присутствовать нет мам тебе точно не надо ну вы знаете да подростки лишь бы мам рядом не было я говорю ну там может быть твое участие какое-то будет на линейке он говорит нет участия моего не будет я говорю о награждении он говорит да нет никто ничего не говорил я уж я не переживу если тебя вдруг чем-то будут награждать ну сказал нет сказал не надо ну значит не надо и не надо пусть идет сам а мы уже пойдем на выпускной вот понедельник он пишет русский язык 4 часа и в среду пишет математику по моему тоже 4 часа если я не ошибаюсь это же все можно будет выдохнуть а у славы линейка 28 числа то есть у него сегодня последний учебный день понедельник они сдают учебники и забирают рабочие тетради которыми они пользовались течение года и все и ура каникулы вы не представляете как я счастлива вы просто не представляете каждый день полдня из девяти месяцев учебных убита на эти уроки как они мне надоели и вот ну а в остальном пока новостей нет нет есть новости за кухню за кухню значит позвонили сегодня они готовы были приехать завтра но так как у нас мы завтра собирались ехать волгодонск забирать маму мы переиграли сборку окончательную на воскресенье вот так что воскресенье должны приехать нам установить вот эти двери оставшиеся и все и останутся нам только окна окна ожидаем роллы про шторы смысле вот и так и что еще и что еще и по гаражу вы спрашиваете в личные сообщения поступают вопросы приступили новые работники или нет нет не приступили приступают с понедельника вот бригада будет работать обещали сделать за неделю ну плюс минус один два дня вот больше пока новостей никаких нет уже уже скоро близится завершение всех вот этих вот ремонтных дел чему я очень рада сейчас мы с вами поедем куда в магазины поедем а еще я часы вы помните я собиралась часы купить настольные потому что времени нет уже я уже десять раз собиралась купить я десять раз за ними умышленно ехала и ни разу за них не вспомнила купила все что мне не нужно а вот часы которые мне нужны я за них даже не вспомнила вот скажите это что это память девичья или как или тоже старческая вот так что такие дела друзья подъехали к школе сидим жара невозможная окна открыты дышать нечем у меня пока мы дождемся славу у нас как всегда самый последний выходит и арена на всех учителей провожает домой вот пока дождемся сгорю горю сижу давай в тенечко в округе нигде тенечко нет саши попроще да санечек здрасте всем сидит как терминатор а я очки даже не схвали не не взяла бегом бегом все бегом смотрю все дети по выходили все нашего нету что это такое он плетется там сзади а куда теперь спешить рабочий год закончился ну что рассказывает боечник оценки оценки по выставляли за год выставили дневник выставляли или нет не выставляли еще не выставляли еще а когда понедельник а понятно это будет классный час даете учебники выставляете оценки да ну друзья 45 год закончился на 45 а что ты сегодня получил ну пока выставлены оценки до 45 по всему год по год я говорю закончил на 45 когда что ты сегодня получил ничего ну чё ура каникулы ну какая разница уж не учтись уже ну ура мама радуется больше чем сынок так мы сейчас подъехали к мебельным магазином пойдем пройдемся посмотрим ехали к магазину а тут вот такое чудо это моя мечта сад мы видели волгодонске или где мы видели здесь у нас волгодонске из искусственного ротанга стоимость 16 500 было здесь вот 13 900 и это металл представляете да вязание в руки и вот это вот такая красота во дворе боже как я об этом мечтаю когда у меня будет порядок и возможность это все приобрести так ну что все магазины обошли возвращаемся домой не солоно хлебавши стулья табуреты все стоят с металлическими ножками такой колхоз просто но он мало того что вы вообще металлические ножки я противник потому что они продавливают линолеумы потом у них слетают вот эти вот наконечники на этих табуретах они начинают драть царапать нет это не мой вариант я такое не люблю деревянные табуреты можно под заказ срок изготовления до месяца но это тоже озвереть просто я уже хочу просто чтобы быстрее все это закончилось и не хочу больше ничего ждать стулья уже начали рассматривать стулья деревянные либо подходит древесина сама по цвету к нашей кухне но не подходит обивка какая-то вся пестрая какая-то не знаю колхоз какой-то либо не подходит который без обивки стулья не подходит цвет темные очень короче говоря поехали потом посмотреть идет подставки тоже тоже ничего подходящего не по цвету нет нет того что я хочу набрали зато мешок мороженого напитков потому что жарко вот и купили икру трески на бутерброде вот это все наши покупки а это значит что нам никак от волгодонска не отвертеться как бы я этого не хотела завтра придется пилить туда полдня потеряешь что делать значит будем значит будем пилить вот сейчас едем домой будем над печечкой плясать сколько у нас градусов сегодня саши пока посмотри знаете такое удушье 30 до 30 градусов жарко это с учетом того что время почти 4 часа вечера 30 градусов в обед было жарче дышать нечем вообще но я рада я рада я такой человек который теплолюбивый это саши моему вечно жарко даже зимой а мне хорошо вот ну вы посмотрите ну вот чтоб все так собаки жили а вы видите что делается мы лежим на раскладушке перед калиткой принес туда игрушек он сам принес их туда да сынок косточку принес и пистолет принес это это не собака это что-то с чем-то вы не обращайте внимание на мой беспорядок потому что у меня ремонтные работы я даже подмести ничего не могу вот такое вот чудо я говорю люди блин так таких почестей как ты да сынок передай привет мамин мальчик да ты мамин хороший мальчик такой ты косточку кушаешь все пришел да мои все весь бетон по раскрошился у нас гром готов к работе да громушка будем хашламу готовить или аля хашламу саша говорит ты неправильно сказала хашлама потому что это не абсолютно недостоверный рецепт да то есть переделанная хашлама да гром ты готов заяц ты конь знаете как он блестит а коняка ты коняка ты коняка злая давай он твою курицу сейчас запечем игрушки по всему двору просто по всему двору мы тут в тенечке расположились сейчас будет романтик скажите что он дурачок и не понимает да он мне сразу курицу свою принес стасаж слышишь что говорю гром подошел курица валяется игрушка его я говорю давай твою курицу запечем он мне ее в зубах принес шеф-повар да я уже рассказала что я ошиблась да что это не хашлама в классическом варианте немножко по-другому близко конечно чуть по другому подошла к черешне смотрю у нас ветер был ураганный позбивала столько вообще практически нет полупустые ветки вот это да вот это номер ну что это такое такие огроменные ветки столько было завязи смотрите видите полупустые просто ай-яй-яй-яй-яй-яй как жаль как жаль я еще на вишню не смотрела но вишня вроде вроде как сильная не знаю видно вам или нет на вишенке завязи достаточно тоже смотрю одна ветка что-то поржавела видно вам что с ней случилось непонятно непонятно процесс пошел да санечка даже собака помогает это факт это факт куда мы туда и он моя большая ложка до санечка сварганили готовы мы к приезду куманьки мамы будем сейчас всех кормить да саш и отмечать конец учебного года ура мы друзья управились сейчас позвонила куманька забрала нашу маму едут скоро будут у нас на стол уже накрыт мало-мальски готовы встречать и маму и куму ветра нет как ведь вечер ближе к 7 часам вечера ветер стихает тишина полнейшая мы сегодня уже на воду гавкаем я видите грешу чем пепсиколой потому что реально невозможно мы пока над костерком постояли с санечком еще та романтика хоть и в тенечке но солнышко все равно двигается и пока все это приготовили на все хорошо но в печи готовить не быстро сколько у нас ушло времени часа три наверное да 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 в два часа начали да в два часа начали подготовку и в шестом часу закончили но зато это блюдо конечно феноменально потрясающе очень вкусно все сидим ждем кушать хочется балдеем балдеем пятница я хочу всех учеников поздравить с окончанием учебного года дай бог студентам будущем поступления хорошего чтобы без всяких проблем чтобы мечты исполнялись и сбывались вот так бывает ночью во дворе и ежики ходят пешком как у себя дома это вот ежик живет у нас же очень долго приближается гром гром на него может громко гавкать но не трогать это я так понимаю ежиха я не знаю сколько она у нас уже видите она она вообще реально по моим ногам ходит вообще не боится ничего интересно что будет дальше туда она не пролезет куда она пойдет я ж не боюсь далее далее рот или из частного дома ромушка у нас ночь два часа ночи но вы понимаете да что я не сплю я работаю гости мои спят саша спит дети спят все спят я с ежиками вот здесь занимаюсь ну прелесть природная прелесть да не бойся ты тебя никто не тронет господи боже мой никто не тронет